Для проведения этого рейда Реческий район обрали не вопадково. При ожидании, зразумело, порушение можно найти и тут, но на фоне некоторых инших регионов его можно лечить даже показальным. Увогули сегодня супрасовники Центра гигиены и эпидемиологии добро ведают ситуацию на каждом объекте и имкнутся тримать ситуацию под контролем и даже складят спис самых несприятных господарок. Вообще у нас, если смотреть из более 260 объектов сельского хозяйства, в 85 мы взяли на особый контроль ввиду несоответствия по многим параметрам Центра гигиенологического законодательства. И в первую очередь, конечно же, при проведении надзорных мероприятий уделяем и будем уделять внимание именно этим субъектам. Есть питание и до умовы працы на тех же МЕК-дворах, выники проверок свечать. Практично каждое третье сега с предприемства в области игноруя необходимое, что годовое, вытворче лабораторное контроле, устроен шуму и заброджевающих речевого поветра, для некоторых керевников, чтобы заплатить штраф, чем контролировать эти показчики и реально хлопотить об здоровье своих работников. Теперь этому питанию так само надо дать больше уваги. Они и хотят, потому что, конечно же, это стоит денег, естественно. Но минимальная периодичность проведения этих исследований – это один раз в год. То есть хотя бы один раз в год должны обследоваться те рабочие места, работники которых имеют контакт с вредными производственными факторами. Уделники рейдовых групп выгоджаются для реализации усих потребований у полном объеме. Часом, с оправдой, потребны немаленькие суммы. Олег или займаться пытаниями створения належных умов для работников постоянно, им это накеровано, финансовые складающие оказываются не такими уже и великими. В этом, например, упыльнились в Калгасе 50 год Костричника Реческого района. Основная колькость вытворчих будинков у сельгаз-предприемствах побудована еще в советские часы, но при ожидании нормальные умовы для работы и отпочинку можно створить тут. Микрохваливая печка, телевизор и навод к ветке – не люкс, зразумело, но для вытворчих помешкания больше и не потребно. Заховывание и выкрасывание минеральных удобрений и сродков оховой рослин, забружывание пятной воды, отходы из жилогадавших комплексов, забеспечение работников спецотденним. Рейдовые группы будут цикавить все пытания, связанные с выкананием санитарных потребований. При этом отказность будут нести не только господарки в Оголе. По великим рахунку, накладенные на их штрафные санкции, могут одновным чином отбиться на самих же работниках. Могчима больше эффективно притягивать до отказности непосредственно керовников. Это обсуждается тема буквально на каждой планерке. В понедельник на кого составляются протоколы? На ответственных лиц. Если это руководители, то это руководитель допустил такие упущения, то есть не привел в порядок сельхозпредприятия. Ну так у нас работа поставлена в районе. Алексей Нечеров, Евгений Макеенко, телерадио-компания «Гомель», Рейджерский район.